Всем привет! Считанные часы остаются до выхода в Gathering Storm, хотя я думаю, может, когда вот эта серия уже выйдет, дополнение будет доступно, но я, тем не менее, продолжаю на божестве проходить, чтобы полностью посмотреть все возможности, какие есть. Если вы не видели первую серию, то рекомендую начать все-таки просмотр с нее. Всегда лучше начать с самого начала. Вот дефицит энергии, потребление 0 требуется 0, здорово. Но у меня дефицит энергии все равно. Так, губернаторы. Кого будем прокачивать? Что у нас с Рейной? Тут все то же самое. Все береговые ветрогенераторы, солнечные геотермальные электростанции, ветра и гидры в этом городе получают плюс 2 к энергии и плюс 2 к золоту. Кстати, это интересная штука. У Магнуса тут примерно все то же самое стало. Хотя вот увеличивать на одну выработку энергии угольными, мазутными и атомными электростанциями. К тому же они дают плюс 2 к производству. То есть мне Магнуса желательно либо в Иссыке держать, либо в Геллоне, я так понимаю. А он у меня где сидит? В Бурсе. Давайте, наверное, Магнуса в Иссык пересадим. Так. Бурса все равно растет. Окей. И кого апнем? Давайте Пингалу тут. Гранты побольше, чтобы давались. Пингалу у нас в Конье все еще в городе, который на втором месте по жителям. Что мы тут? Новое содержание юнитов меньше. тут пока все оставим. У нас осталось 10 ходов до следующей эпохи, а я в Золотой век не выхожу. Мне бы чудес построить. Что у нас в Иссыке есть? Эрмитаж. Долго строится. Вот иницианский арсенал мне надо где-то построить. А точнее, наверное, в Анкаре. А, не смогу. Надо, чтобы на побережье была промышленная зона. Я тут нигде не смогу его построить. Жаль. Жаль. Так, я железную дорогу прокладываю между городами. Археолог. Наконец-то археологические эти... Или они раньше тоже подсвечивались? По-моему, не подсвечивались. Вкопаем артефакт. В темноч тепла направляем посылочку с денюжкой. Слушайте, у меня... Закрались сомнения, что тут Пенгрия может быть. Я вот думаю, что Венгрия где-то вот тут в центре, видимо. Мы ее никак не найдем. Давайте и здесь археологический музей. Там много археологов. Лаба построена. Пригород. Давайте, наверное, пригород вот эту клетку отдадим и пригород тут построим. В Геллоне рынок завершен. Базар. И нам можно караван еще один организовать. Из Пасаргат бегает, из Балха бегает. Вот, из Геллона не бегает, да? Давайте здесь... Первая в мире технология новой эпохи. Два очка получил. Надо еще эти посольства поосновывать. Обнаружен артефакт. Так, сколько мне не хватает очков? По идее, 11 должны. Текущий 129. Да, 11 очков не хватает. О, они хотят селитру и дадут мне какой-то дневник. Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? Можно... Ну, ладно. Ой, блин, опять отклонил. Уже второй раз вис тоже принимать сделку, то я хочу, блин, нажимая отклонить. Надо поторговать вот этими всеми туристическими, ну, на туризм, которые штуки. Почему так нормально туризм идет? Что вообще? Так, вот и нефть открылась. Линкор можно строить. Супер шпион появился. Так, где у нас нефть? Офига, нету нефти. Колониальную войну Тамари. Нормально? Видите, какая офигенная территория, на которой нету вот... Вот одна нефть в пустыне, и все. Это вообще нормально? Да, сгенерат... Короче, генерацию карты, я так считаю, что они нифига не... Не подчинили. Блин, у меня тут вообще даже рядом нету. Нет, подождите, где-то я тут должен быть. А, на первом... А, я на втором месте, во. Генерирую все-таки очки, нормально. Давайте тут купим археолога. Аквапарк завершен. Колесо обозрения. Все, железную дорогу прокладываю. Алюминий добудем. Так, значит, дружбу он не хочет? Нет, не хочет. Хорошо, посольство в Рим. И дружбу. Нет, жаль. Мансамуса. Дружба. С кем еще? Ну вот посольство можно, подчеркутоку, отправить хотя бы. Нет. Видимо, вот эти все, кто... Не очень, они не дадут мне посольство. Ну ладно. Артефакт Сулеймана. Так, сфабриковал скандал в Антиохии. Надо будет дальше еще фабриковать скандалы. Правда, долго шесть ходов он это делает? Да, нету тут... Венгрии, блин. Ой, я с ними воюю. А, как же мне тогда до венгров тут добраться? В Урфе фабрика завершена. В пределах шести клеток... Раз, два, три, четыре, пять. Слушайте, а в пределах шести клеток от города или... Интересно, это от города или от района? Ну, скорее всего, от района. В трапзоне, кстати, я смогу эту мазутную построить, как и в Бурсе, потому что тут будет у нас... А, ну, конечно, иду обрабатывать. У меня не добавлена еще эта клетка. Да, ну, с нефтью, конечно, подстава. Тотальное отсутствие нефти. Это... Это нехорошо. Гидроэлектростанция. Вот, гидроэлектростанцию на дамбе давайте поставим. Наверное, прямо вот здесь и появится. Я так понимаю. Да. Так что дамба это не просто так. Она не просто предотвращает... Эти... Паводки, так сказать. Но и энергию дает. Дом собраний. Наверное, купим просто за веру. Построим зоопарк. Дальше идем в ракетостроение. Будем улетать. Ну, тут иначе невозможно. Я не представляю. Ну, можно, конечно, попробовать дипломатическое и туризмом. Но я дипломатическое не понимаю, как можно получать пока очки. Кроме как... Вот, в помощь. А пока только две помощи было, и только два очка набрали люди. Ну, участники. То есть, пока максимум два очка можно было дипломатии набрать. Как-то маловато, откровенно. Ух ты. Мы не позволим расхищать наши культуры выбора. Я либо убираю и получаю за это 30 очков мироволя, либо говорю нет и создаю 25 претензий. Окей. Давайте пускаем претензии. Мне высказывает. Интересно, а ко мне караваны бегают какие-нибудь? Тамара пускает. Ну, немного, немного. Бурость тихла, дефицит энергии. Шпион потерпел неудачу. Мастерскую завершили. Давайте там банк. Фестиваль. Так, чтобы по-моему... О, я уже на первом месте, видите? Ну, еще 15 ходов, так что можно пока закончить фестивали. Плотина в центре города строится. Прибрежные долины в этом городе от наводнений защищает. То есть, вот эти, я так понимаю... Ну, это в Конии надо строить. А что-нибудь еще дает она эта плотина? При захвате города не подвергаются разграблению. При захвате города не подвергаются разграблению. То есть, плотину разрушить нельзя. Но, тем не менее, маяк пока продолжу строить. Главное, тут был артефакт, либо мой... Нет, тут вообще был только один артефакт. А этот считает, что это ему принадлежит. Тематических бонусов нет. Так, у нас археологический музей еще в Эдерней, в Трапзоне. В Трапзоне я купил. В Эдерне можно купить еще археолога. Настоящий Индиана Джонс, который грабит... Артефакты Ацтеков. Хотя, опять же, тут либо мой, либо варварский. Так что там Ацтеки вообще не при делах. Пригород завершен. Растем. Три пищи. Биржа. Водяная мельница. Шпион. Можно еще одного шпиона делать, да? Да, уже четыре. Давайте сделаем шпиона. Тут пригород сделан. Можно расти. Кридок амфитеатр. Театральную площадь здесь. Ну что, я по науке впереди. Ну, пускай претензии создаются. Я думал, что ты просто сынешь конст и гуд, когда она френа руммец эстетик. Те бурят брака. Чему она возмущалась сейчас, интересно? Потому что я археологией занимаюсь? Ах, ты грязный археолог. Что ты там копаешься? Надо бы рабочих, наверное, побольше. Так, Биг Бен построится. Что мы с великими людьми? Инженер. Он нужный, кстати, мне. Блин, наводнение. Э, а как же оно, наводнение, если у меня тут дамба? Стоп, она не должна... Ущерб минимизирован. Еее. Зато повышена плодородность клеток. То есть, за счет того, что у меня дамба... Видите? Отлично. Зато повышена урожайность двух клеток. Интересно, каких? Восемь еды, блин. Восемь еды даже... Без всяких ресурсов на этой клетке. Офигеть. Офигеть. Ну, большой базар можно организовать. Приятненько за турок играть, конечно. Особо зрение сделали. Аквариум. Тоже можно построить. Железную дорогу продолжаю делать. Каждая дорога тратит один ресурс угля. Эти ребята мир со мной заключить не хотят. Включаем. А, не хотят, чтобы я им платил. А это? А, это готово. Может, денег заплатишь? Ага. Вот. У нее всяких... 71 золото в ход. Ну, кстати, а почему нет? А куда вот мне эти деньги девать? Не, ну 143 это уже дофига. Давайте выкупим Джейн Остин. В смысле... Разум и чувство, город и предубеждение Джейн Остин. Принимаю. 71 золото. Да, конечно, дорого. Почему нет? В Стамбуле в Афинтеатре зачитывают теперь Джейн Остин. Нормально. Мгновенно обосновывается. Хорошая штука. Так. Здесь покупаем археолога. В Толстой. И строим пригород. Здесь... Космопорт уже... Ну, 50 производства маловато. Давайте проверим вообще, какие у нас города. У нас Анкара, конечно, с крутым производством. Мне тут просто негде строить космопорт. 32, 47, 59. Покровка. 50. Гелон. 56. Иссык. Короче, покровка и ссык. Вот обратите внимание, что самые крутые города с производством, это именно города Скиф. Они реально у нее были крутые. Поэтому Скифы так вначале и ломанули. Поэтому... Сейчас в покровке и в Иссыке ставим... Вот тут вы мне исследовать и вот сюда, собственно, космопорт поставить. А в покровке... И в покровке вот сюда космопорт. Нормально. Вон у меня один архитектор, археолог. Тут второй. Так. Ну что, играем в улет. Давайте танки откроем. Мост Золотые ворота, кстати. Я был бы не против построить... Солнечные электростанции. Пойдем в спутники. Потом в робототехнику. Правда, без атома... Нет, давайте сначала кировскую бригаду, чтобы... Три армии или армады. Один ход открывается, господи. Чтобы робототехнику можно было использовать. Да, науки у меня, конечно... Просто завались. Хоть теперь хочет обратно разум и предубеждение забрать. Антона Нарива у Финикии объявляет войну. Кто-то что-то у меня прет. В идеологии еще одного шпиона. Бонусы от соседства кампуса и промышленной зоны. Отлично. На кавалерию. Бонус от соседства центра гавани. Слушайте, поменяли. Раньше это было в демократии. Так, значит, тут мы ставим вот это. И ставим кампусы промышленной зоны. Пока подтверждаем. Все, скоро демократия. Потом откроем коммунизм. И дальше по водную войну идем. Железная дорога проходит мимо великих пирамид. Классно будет там на паровозике кататься и смотреть на пирамиды, я думаю. Так, значит, этим мы убираем тут. А этим археологам в первую очередь тут. Дальше пригород завершен. Растем. И промышленную зону можно построить. А вот тут можно нам построить промышленную зону. Правда, тут плюс два, тут плюс четыре, но тем не менее. Колесо... Нет, верфь. Дальше. Амфитеатр завершен. Археологический музей. Слишком много у меня... О, закрыл границы от стек. Что за фигня? А где он тут? Давай дружбу. И культурный союз. То же самое с Финикией. И культурный... Ой, не религиозный. Не-не-не-не. Культура... Экономический. Так, отлично. Все, теперь мы покопаемся. Вон ты сума. Так. Еще не все собрал этот археолог? Нет, еще не все. Тут нехватка жилья. Не страшно. Не страшно, это мы... Одна из связей создает внеочередную сессию всемирного... То есть, следующим ходом будет внеочередной конгресс. Все, в спящем состоянии вулкан. 640 золота. Антононариву кто-то перекупил. Ну, там, по-моему, не особо такие классные. Хотя, 2% культуры... За каждого человека. Ну, ладно, я все равно перекупать не могу. Упси. Тут у нас... Польша. Царица морей. Слушайте, а еще кто-нибудь с кем-нибудь воюет вообще? Так, а Лейнора воюют с Финикией. И Александром, и Ацтеком. Нифига себе. Финикия только с Элеоноры. А, и с Ацтеком тоже. Швеция. С Венгрией. Значит, все-таки венгры там. Маури с Венгрией воюет. Мали со всеми дружит. Араб с Венгрией. Господи, там венгры вообще, я смотрю... Ну, Польша со мной, поэтому она из... С Александром воюет. Рим, кстати, не встретил Александра. Потому что интересное. А, нет, встретил. Наоборот, это просто никакого отношения. Еще других многих не встретил. Ну, все, понятно. Приблизительно. Я сейчас наберу для героического века просто этими артефактами. Вот и все. И выйду в героический век. Вообще не проблема. Опять. Опять она меня... На меня гонит. Финикия думает объявить войну антиохи. Эээ, ты чё? Мне вообще надо бы... Наверное, на науку отправлять послов. так неочередная сессия тесто кто ее созвал а это не про меня ведь я даже не могу проголосовать то есть когда меня не касается это не принято 11 на 11 кстати управление рисками новый какой-то кстати новый социальный институт вот она вот здесь и вот здесь дальше случайные в эпохе будущего интересно туда добраться конечно посредством в эпохе будущего будет так что-нибудь можно собрать древнего мира древнего средневековья варвары средневековья что-то все ацтекское средневековье блин фигово а вот и чудо но это чудо из прошлых игр зулусов цвет как у бразилии да мне еще писали в комментариях что теперь цвета не совсем строго заданы они как-то из разных палитр собираются из хозяйства киеве то есть по идее у разных наций в разных играх могут быть разные цвета посмотрим как она будет опять же на самом деле как она будет давайте вместо овец банк театральную площадь плюс 3 это неплохо возьму артефакт тамирис а здесь тоже тамирис вот одно очко у меня сейчас биг бен построится вот вам и героически нет героически будет золотой век просто пригород завершён надо расти космопорт мы тут строить не будем продуктовый рынок и она давайте бухту холонг македония обнаружила да ну там ацтеки конечно быстро сообразили и вынесли зулусов тесновато я конечно огромную территорию себя захватил я молодец но это благодаря скифом они меня заставили так в войну поиграть пачок куток берем демократию так плюс эээ где влияние на ладно можем шпиона взять а вот плюс 4 влияния так что-то еще вкусного свободный рынок вот этот новый курс тоже поменяли плюс 4 живи и плюс 2 удовольствия во всех городах с тремя и более районами а раньше он еще минус 8 денег требовал но я так понял видимо в фераксе решили что это все равно как то так на чудеса я думаю можно карточку убрать на самом деле ну давайте бонусы хотя бонусы естественно театральный путь там у меня не так много этих площадей поселенцы может новых строителей все юниты звездный час это вообще в демократии такое да блин ну не знаю ничего чуть не хочется ладно давайте пока небоскребы оставим так себе торговец честно говоря лаборатория тут фабрика действует действует ну давайте плотину построим нет центровещание в этом опыт уже музыканты появляется аквариум завершили ну районы мне негде ставить в этом городе но эти сердеческие гранты я там еще переставлял магнуса по-моему да пересаживал шпионок у нас во втором месте по науке почекуток где тут города почекуток еще не технологии ракета строения спровоцировать беспорядки на моду побежден наконец-то наконец-то захватили тут поселенца я двигаю крестини почекуток тамаре канада крестини ну не знаю канада тут наверное вряд ли что-то будет помогать а вот польша со швеции по вою тоже историчненько нехватка так в покровке ставим космопорт и высыке у нас будет еще космопорт водяная мельница я думаю не нужна давайте строителей железная дорога здесь построена давайте водирный строить так здесь тоже проведены из урфы в солоку надо значит не вижу что и железная дорога с эти два перемещения до по железной дороге значит перемещается на 8 раз два три четыре пять на шесть клеток только ну и не скажу что прям вообще дальше должен 025 написано очки перемещения на железной дороге автоматом защитник великих людей я сейчас возьму он плюс 25 процентов для проекта космическая гонка османы эти глянем по туризму может быть этом что-то даже уже насобирал блин крупные наводни рядом с биг-беном как раз ё-моё так тут все чинить надо теперь на территории александра покопаемся вот это конечно строительство железных дорог возвращает в чем-то функции строители из пятерки когда они долго много все строят так здесь мы значит опять провели скандал скандал и в антиохии уже девять послов осталось давайте еще раз скандал всех выгоним из антиохии хищение технологии ракетостроение спровоцировать беспорядки ну ускорение нечего тырить давайте криму попробуем может что-нибудь украть я явно впереди всех по науке беспорядки может вас капуцалька посадите там беспорядки спровоцировать просто приколу просто по приколу а скопоцалька ну что гидроэлектростанция паса вот она видна здесь то есть по идее угольную станцию тут нету смысла строить я так понимаю она может и даст дополнительно какую-то энергию но театралочку может здесь в пустыне так покупаем археолога археолога и и и центр центр вещания давайте маскат опять перекупили только со мной воевал и уже посольство хочет размещать какой-то город отвалит нет это выглядит как отвалившийся это гэгэшка кат и обратите внимание что на карте как бы придут подразумевается что я буду плавать и вот эти гэгэшки найду на на островах а таки только сейчас электричество исследовали что-то подвисло все вылетела игра ну вот и произошел первый краж только что у меня сейчас посмотрим какой ход загрузился не по моему ход прошел нормально или нет центр вещания давайте тут дамбу нет не будем дамбу ладно строить или могу вот на этой клетке я могу построить дамбу не могу то есть она должна быть ровная а тут мне жалко строить дамбу потому что куча еды все таки так промышленный район верфь завершена следовательские гранты ну опять же тут ну торговцы давайте построим ну и что а я ремонтирую тут да ого то есть а фабрика вообще разрушена даже а тут нету просто фабрики то есть тут фабрика с какой-то другой это и влияет ладно продолжим тогда ремонтировать уж тут разрушили еще строителей амфитеатр завершен еще археологический музей маяк завершен верфь наверное это бар надо так из троп зона бегает эээы не бегает прекратил бегать на культурку афтиночтетлан продолжим или мне слуш! или мне караван у не сбрасывать все в те города где у меня космопорты строятся давайте наверное в покровку перебрасывать и высык думаешь мне великих людей уже достаточно так ремонтировать надо а здесь вообще уничтожены клетки что ли получается да надо фермы будет построить все штатки рассталась это ожерелье мгновенно обосновывается о подрыв плотины можно устроить вот что новое появилось давайте подрыв плотины попробуем только не знаю где интересно можно подрыв этого сделать тоннеля двигая объявила войну мали сычаг объявил войну мали понял больше то плавает так так еще один музей заполнен античности древнего мира древнего мира средневековья древнего античности тамирис например вот так средневековье варвары средневековье монтесума античность античность древний мир тамирис древний мир варвары древний мир сулейман о есть тематический бонус так вот тут у нас средневековье варвары монтесума и монтесума мне бы средневековья кому-нибудь кроме монтесума еще и у нас вот археологический музей пока все вот у нас не заполнены еще один археологический музей в том который не заполнен не стрел что там лежит просто потому что я не могу забрать артефакты пока музей полностью не заполнен ну копать где хочу ясно рок-музыка да кстати надо будет рок-концерт провести обязательно я больше там с венграми столько воюте что я их не увижу до того момента как и он уничтожит меняем на коммунизм видимо рационализм ну давайте плюс науку ну это вот это мне все ничего не надо чтобы этих ресурсов я их не использую нападать ни на кого не собираюсь ну давайте плюс где лояльность поставлю коллективизм от внутренних путей ну не знаю я этого не хочу рационализм на другом континенте бонусы театральной площади новых строителей ну давайте либерализм еще возьмем может все таки вместо влияния на шпионов взять не оставим учетные банки так а где там увеличение еще этих караванов то было в холодной войне что ли от союзов странно было же раньше увеличение выхлопа караванов от союзов куда-то делась аквапарк наверное не надо театральную площадь ну давайте покровку следующую высых надо будет высых и на производство отправляем и Субтитры сделал DimaTorzok Так, это идет ремонтировать Здесь еще надо ферму поставить Все, ненастье разбило Подрыва плотины нету? Надо бы найти где плотина у кого-нибудь Я бы хотел устроить подрыв плотины Так, вроде все починили Продолжаем строить космопорт В Белоне можно райончик организовать Давайте строителя сначала Сделаем Из Дидона уже третий уровень союза, по-моему Просто хочется огромного боевого робота построить Он, кстати, апается откуда-то Или его надо именно строить? Да, именно строить Мощь ближнего будет 130 Дальнобойная 120 Оу, извержение Мега извержение Это у меня где-то? Нет, наверное, не у меня Это у Финики, это Везувий Ребята, опять Везувий Второй раз за игру Везувий извергается И мы вышли в новое время Причем в Золотой век В Золотом веке только я Деньги мне не нужны Я на пульс паровой машины берем Причем в золотом веке Везувий измерил Везувий измерил Так, три Женей у нас уже сидят Давайте в Вавилон двоих И И, и, и Давайте в производственные О Карди в финики я захватила Это жаль Была производственная ГГшка хорошая Ну что, давайте В Стамбуле плотину построим Как там вообще у нас О, эти, первый этап прошел Первая фаза изменения климата Тайние полярных льдов 10% потеряно Одна от силы стихийных бедствий Два температуры на планете Тайние полярных льдов Уже плюс 1 градус у нас Все, больше всех Польши Внесла Но я уже на втором месте Я углем Нефть и уголь Первая фаза изменения климата Ужас Корониальную войну Кристине Ну давайте плотину Тут уже тает Тает льды, понимаешь Надо готовиться Кольцо с печаткой Александра А что тут выдержано Тематически Какой может быть бонус Так, ладно На этом серию я завершу Спасибо, что смотрели Стараюсь как можно быстрее Выкладывать больше серий Но я думаю, что вы Некоторые из вас уже Начали играть Сами Самостоятельно Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас Поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть Другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok